мать россия драматургия глава 8 эпизод сновидений 2 чарли собака сеул южная корея эпизод 2 25 апреля 2021 года направление отмеченной цели они запад который они знали бы если бы правильно прочитали карту мы шли не тактически но небрежно не соблюдая никаких военных правил постановлений или ограничений остальные шли так близко друг другу что одна ручная граната могла убить их всех вместо того чтобы оставлять пространство между членами отряда они вели себя так как будто шли в палаточный лагерь чтобы поджарить зефир и рассказать истории о привидениях когда наступила ночь они не вели себя как военные которым поручено выполнить реальную миссию которая сильно повлияет на тех кто ждал появление освободителей мы плыли минут 30 пока один из штатских не пожаловался на запах вождь дал нам перерыв около часа восемь из них сидели близко друг к другу и курили громко разговаривая в любой момент искры от сигарет могли вызвать лесной пожар казалось никого ничего не заботит особенно в плане укрытия и укрытия передвижения войск осмотрительности или выживания периодически некоторые из моих товарищей по команде смотрели на меня что-то говорили на каких языках они говорили а затем возвращались к тому чем они занимались ни вождь не ее помощники не просили ни у меня не у матушки россии военного совета а если и было то я не обращал внимание а матушка россия была слишком пьяна чтобы понять восемь из них сидели и болтали на открытом воздухе без защиты они продолжали дымить следы дыма сообщали противникам о нашем точном местонахождении обычно солдатам приходилось изрядно потрудиться чтобы найти своих противников но с нами дело обстояло иначе мы свободно сообщали любому противнику о нашем местонахождении россия матушка извинилась пошла на 50 метров на запад и помучилась он кивнул в сторону группы и сказал что-то по-русски потом он рухнул сначала мы думали что он просто чудак он часто шутил его ноги слегка подергивались некоторые из его приятелей видели это но им было все равно прошло пять минут 10 30 в этот момент лидер закричал на спящего русского мать россии перестала дергаться он лежал безжизненным тогда всем пришла в голову мысль что он мертв мы медленно пошли туда лидер ее помощники и половина группы я был где-то посередине а остальные сзади мы стояли строим подковы матушка россия смотрела на землю он не упал назад а скорее упал вперед его руки и ноги были расставлены в странном положении он не дышал какая-то жуткая беловатая пена текла из его рта вы стояли молча и смотрели другие продолжали курить лидер ткнула матушку россию в левое плечо палкой которую она нашла поблизости нет ответа вождь приказала своим помощником перевернуть матушку россию они отказались вождь повернулся к остальным один за другим они все отказались вождь что-то мне сказал она хотела чтобы я помог ей вернуть матушку россию я подобрал рядом с земли несколько веток мы с лидером просунули несколько из них под живот матушки россии чтобы поднять его и перевернуть некоторые из других включая помощников закричали от ужаса увидев бесцветные глаза и окровавленный нос матушки россии либо матушку россию укусила чем-то ядовитым может быть королевской коброй либо он слишком много выпил или может быть уровень алкоголя в его крови был настолько высок что смешанный с токсичным воздухом он умер быстрой смертью мы стояли неподвижно и без цели смотрели на безжизненное тело матери россии мы не задумались и не опечалились по пьянице скорее лидер застыл на месте и поэтому мы тоже остались прошло несколько часов мы остались строим подковы глядя на погибшего русского прошло еще несколько часов настал вечер началась темнота и пронесся холодный ветер вождь хотел чтобы мы накрыли наши тела всем что можно найти поблизости все восемь из нас рассредоточились пока шли на поиски и вскоре вернулись с прутьями ветками листьями и всем остальным что можно было унести или вытащить мы положили все это на покойную россию матушку вместе со всем его имуществом кроме огнестрельного оружия и боеприпасов лидер завладел этими предметами мы вернулись на прежние места мои товарищи оставили свое оружие и все остальное когда раньше служили в россии матушки вы разбили лагерь в том же месте с момента высадки прошло почти 24 часа а мы преодолели меньше мили пока лидеры и и помощники обсуждали статус матери россии с банки салу остальные из нас нашли уютные места для ночлега один человек развел костер вы сели вокруг него любые враги узнают о нашем местонахождении за много миль наша бантира была единственным светом на всем скалистом острове дежурство не было все восемь из нас спали одновременно я не спал столько сколько мог поддерживая определенный уровень военного этикета я взял на себя ответственность за охрану других пока сонливость не взяла верховье затем около полуночи не ложась спать охраняя остальных семерых я задремал сначала мне показалось что я сплю когда я услышал крики волков я выключил звук и снова задремал спустя несколько минут волки снова забыли и стали казаться ближе чем раньше я быстро встал и осмотрел местность пнв прикрепленный к моему основному оружию был бесполезен если только то на что я смотрел не находилась в пределах досягаемости мать россия драматургия глава 8 эпизод сновидений 2 чарли собака сеул южная корея эпизод 2 25 апреля 2021 года направление отмеченной цели они запад который они знали бы если бы правильно прочитали карту мы шли не тактически но небрежно не соблюдая никаких военных правил постановлений или ограничений остальные шли так близко друг к другу что одна ручная граната могла убить их всех вместо того чтобы оставлять пространство между членами отряда они вели себя так как будто шли в палаточный лагерь чтобы поджарить зефир и рассказать истории о привидениях когда наступила ночь они не вели себя как военные которым поручено выполнить реальную миссию которая сильно повлияет на тех кто ждал появления освободителей мы плыли минут 30 пока один из штатских не пожаловался на запах вождь дал нам перерыв около часа восемь из них сидели близко друг к другу и курили громко разговаривая в любой момент искры от сигарет могли вызвать лесной пожар казалось никого ничего не заботит особенно в плане укрытия и укрытия передвижения войск осмотрительности или выживания периодически некоторые из моих товарищей по команде смотрели на меня что-то говорили на каких языках они говорили а затем возвращались к тому чем они занимались не вождь не ее помощники не просили ни у меня не у матушки россии военного совета а если и было то я не обращал внимание а матушка россия была слишком пьяна чтобы понять восемь из них сидели и болтали на открытом воздухе без защиты они продолжали дымить следы дыма сообщали противникам о нашем точном местонахождении обычно солдатам приходилось изрядно потрудиться чтобы найти своих противников но с нами дело обстояло иначе мы свободно сообщали любому противнику о нашем местонахождении россия матушка извинилась пошла на 50 метров на запад и помучилась он кивнул в сторону группы и сказал что то по-русски потом он рухнул сначала мы думали что он просто чудак он часто шутил его ноги слегка подергивались некоторые из его приятелей видели это но им было все равно прошло пять минут десять-тридцать в этот момент лидер закрыть